Всем привет! Всем привет из Зары! Сегодня у нас очередной шоппинг-лог и сегодня в Заре. Пантомима приветствия! Я приветствую вас, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики! Итак, сегодня Зара. Кто же не любит Зару? И кто не любит Зару так, как люблю ее я? Я действительно очень хорошо отношусь к этому магазину, несмотря на то, что и качество не всегда самое лучшее, и, в общем-то, как бы много там разных проблем возникает. Но, если честно, я хочу сказать, что по ценам невозможно сравнить Зару, во всяком случае у нас в Канаде, с другими магазинами. Вы видели магазины, в которые я хожу, вы видели, какие там цены, и цены поднимаются и растут. А в Заре, надо сказать, что цены много-много лет, вот сколько я помню Зару, практически стоят на месте, не растут, не поднимаются. И, в общем-то, я как бы за это им респект. Показываю вам свой лук сегодня, мой аутфит. Я прониклась духом Хэллоуина и оделась в черно-оранжевый. Как вы знаете, черно-оранжевый цвет, это считается цветом, самые такие хэллоуиновские цвета, это сочетание для Хэллоуина. Показываю вам мой новый пояс, мое новое приобретение из секонд-хенда. Я купила его 3 или 4 доллара. Я не думаю, что он кожаный, но пряжка в нем совершенно необыкновенная. Такой гучи вайп, такой прекрасный, прекрасная такая змея, такая пряжка шикарная. А вот это я показываю вам мой лайфхак. Если у вас длинный ремень и у вас вот этот вот хлястик торчит слишком далеко, и, в общем-то, нету такой специальной штуки, это, по-моему, называется шлевка на поясе, чтобы его закрепить, то это можно сделать с помощью обычной резинки для волос, которую вы надеваете на пояс, и в нее вы продеваете как бы остаток пояса, который у вас как бы лишний. Еще вот надела змею, брошку, в тонк к смее на поясе. Я хочу еще сказать про этот пояс, что, несмотря на его дешевую цену и вообще никаких познавательных знаков на нем не было, но вот эта вот пряжка, она металлическая, она очень хорошо сделана, очень качественная. Я не знаю, что это за бренд и откуда он взялся, но оно потрясающе. Очень люблю этот пояс, сейчас ношу его везде и всюду. Такой вот у меня оранжевый плащ, и ботинки вам свои показала, и, в общем, надо говорить быстрее, потому что я не успеваю за видео. Озвучка моя. Первый комплект, который я хочу вам показать, это вот эти брюки. На самом деле я пришла в Зару посмотреть на них, потому что сейчас на их веб-сайте появилась рубрика Special Price, это значит специальные цены, то есть легкая такая распродажа, некоторые вещи ушли на распродажу, джинсы, куртки, платья и так далее. И вот одна из этих вещей, это были вот эти брюки, которые мне очень понравились на веб-сайте, но вы знаете, я не хотела заказывать, не зная размера, потому что это вот катавасия, потом нести, сдавать, и, в общем, все вот это вот. Поэтому я решила зайти в магазин, их примерить. Собственно, за ними и пришла, но уже до кучи набрала много всякой одежды. У меня, кстати, сегодня очень хорошая такая большая примерочная, много зеркал. Я так захватила большую примерочную, очень этому рада, легко снимать в больших примерочных. Вот эти брюки, они стоят вот сейчас 29 долларов, стоили 60, размер Larch я примеряла. И решила я их примерить с такой блузой шелковой, ну не шелковой, подшелковой, это синтетика, 100% акрил. Мне понравилось это сочетание, потому что мне кажется, что цвет этой блузы, такой пыльной розы, немножко в бежевый такой уходящий, в общем-то как-то сочетается с каким-то из цветов на этих брюках. Если честно, мне и брюки очень понравились. Мне понравилась их длина, мне понравилась их сама ткань, они как будто как джинсовая такая, как джинсовая ткань, но с таким вот рисунком. Немножко такая, знаете, цыганская, этническая, но в этом есть что-то, мне кажется. Единственное, что я не знаю насчет размера, я так и не поняла. Я примеряла размер Larch, и у них не было M, я бы хотела Medium тоже померить, потому что мне кажется, Larch мне немножко великоват. Ну вот по ощущениям, но я не уверена, может быть, Medium мне будет маленький, потому что я на веб-сайте видела, что на модели эти брюки надеты, они так свободно на ней как бы так подвисают. То есть, в принципе, я думаю, что, может быть, они должны быть именно вот фасон, именно такого вот, знаете, такой свободной легкости. Мне очень понравилась еще их длина, вот этот вот вайп 70-х, расклешенные, короткие, 60-х, 70-х. Я вот эту блузу завязала так вот узлом, так как вот было очень модно носить 70-х. Вот это вот хиппи-панки мода, стиль. Нет, панки были позже, хиппи были в 70-х. По-моему, вот где-то в 70-х вот вошло в моду вот это завязывание рубашек узлом, или даже в 60-х, ну, в общем, на заре появления хиппи. Вот я сняла цену этой рубашки, примеряла размер Medium, и она сделана из полиэстера стопроцентного. Принесла я еще такой кардиган. К рубашке он подходит, к брюкам вопрос. Потому что брюки цветные и кардиган цветной. Хочу обратить ваше внимание, вот этот кардиган, еще один, который я принесла в примерочную, пуговицы. Очень простые, очень обыкновенные пуговицы. Вы помните, в Заре несколько лет кардиганы были с такими пуговицами, как украшения, со стразами, с жемчужинами. Мне, в принципе, это очень нравится, если честно. Я думаю, что, наверное, прошла мода на эти пуговицы. И сейчас, потому что во всех кардиганах... Не во всех, но вот то, что я видела в кардиганах, пуговицы совершенно-совершенно обыкновенные. Мне даже немножко жалко. Потому что я, как старая сорока, люблю цветные всякие бусинки и камушки. И я любила вот эти кардиганы с этими вот пуговицами, как украшения. Если честно, у меня их много. Ну, как бы я несколько штук купила, и буду продолжать носить, даже если это вышло из моды. Ну, и еще, кроме всего прочего, я хочу сказать, что это самая маленькая проблема, потому что, в принципе, пуговицы-то можно перешить, если вам надоест носить эти пуговицы со стразиками. В общем, короче, я примеряла этот кардиган с этими брюками и с этой рубашкой. И так и эдак, с узлом на животе. И потом эту рубашку опять распустила. Хочу сказать к ее чести, что она совершенно не помялась. Да, это полиэстер. Но вот видите, я ее завязала узлом, потом развязала, и она совершенно такая гладенькая, ровненькая. Вообще рубашка мне тоже понравилась. Они есть в нескольких цветах. Есть такая, есть, по-моему, бежевая, черная, зеленая. Ну, в общем, разные варианты. Еще одну вещь, блузу, как бы, я принесла в примерочную, просто потому что она мне очень понравилась. Меня она, как бы, покорила своей необычностью. Опять же, такой вайп 70-х. Вы помните, носили такие кофты, жакеты были такие, из замши вместе с вязанными, как будто бы вязаная кофта со вставками из замши. Все это вместе было как-то объединено. Так вот, напомнила мне эта кофта, вот эти вот жакеты из 70-х. Единственное, что это не замша, это такой под замшу ткань, такой не то бархат какой-то, не то искусственная замша. Я ее не очень люблю, но поскольку ее здесь мало в этой блузке, то выглядит это все неплохо. В общем-то, даже красиво, потрясающе красивый изумрудный цвет. Единственное, что я примеряла размер medium, а мне кажется, надо было взять large, потому что мне кажется, что она должна быть как-то посвободнее, подлиннее. Брюки я уже, по-моему, показываю второй раз. Не помню, может, уже показывала их. Принесла еще джинсы, которые мне понравились. Они тоже сейчас на сейле, очень длинные. За что вот я не люблю джинсы из-за ар, из-за того, что они всегда очень длинные на мои ноги. Мне надо половину этой штанины отрезать, чтобы, в общем-то, они были как-то так более или менее нормально мне. Но так, в принципе, мне понравились эти джинсы. Кстати, с этой блузой, конечно же, они намного лучше выглядят, чем с теми брюками, потому что те брюки немножко не подходят по цвету. Блуза зеленая, в тех брюках ничего зеленого даже близко нет. Ну, просто, ну, как бы, померила и померила. Так вот, брюки мне понравились, и мне понравились эти джинсы. Мне понравилось, как они сидят, мне понравилась их посадка. Единственное, что мне нужно их очень сильно укоротить. Но вот я их подвернула просто в примерочной же, видите, как бы уже и нормально. Но отрезать, конечно, нужно довольно большой кусок. Вот снимаю вам, как они выглядят сзади. Ну, всегда же интересно, как джинсы сидят сзади, потому что это тоже очень важно, собственно говоря. И сидят они хорошо. Мне понравилось это. Я, в общем-то, мне как бы захотелось подумать над тем, купить их или нет. Но я их пока не купила. Значит, эта блуза стоит 80 долларов. Примеряла я размер М. Состав вот эта вот вязка кружевая хлопковая, а все остальное это искусственная замша. Примерила я еще с джинсами такой же кардиган. Вернее, не такой же, а другой кардиган. Он совсем другой. Кардиган такого желто-коричнево-бежевого цвета. Интересный такой рисунок. Знаете, необычный, в общем-то, такое сочетание. Опять же, обратите внимание, пуговицы совершенно обыкновенные, ничего в них нет. И сам кардиган довольно короткий. И это размер Small, и он довольно большой, довольно широкий. Я вам сейчас покажу, насколько он такой объемный. Ну, вот как все модные стильные дамы, значит, когда примеряют такие вот кардиганы, они обязательно спускают так одно плечко вниз и как будто бы такой делают стиль такой. Но на самом деле так ходить по жизни же невозможно. Вы же не будете так ходить. Представляете, вот так спустили плечо, надели сверху шубу, пальто и пошли куда-то. Ну, смешно, да? Ну, для фэшн и для картинки это, в принципе, очень распространено. Вот так вот надеть какой-то топ на шлейчках, сверху такой кардиган, так его приспустить с одного плеча. И вроде как вы на стиле. На самом деле это красиво выглядит, правда, но немножко непрактично. Вот вам показываю, как он выглядит сзади. Он тоже в клеточку. Спинка у него тоже сделана в клеточку. Одна из полочек. Полочек, правильно это называется? Полоски. И он очень широкий, довольно широкий. Такой, представляете, что это размер смол на мне. Так что можете себе представить, что остальные размеры, medium и large, будут вообще очень большие. Еще одна вещь, которую я принесла в примерочную, это вот такие розовые брюки. Они не выглядят сильно розовыми на камере, и в жизни они более розовые. Но я бы сказала, что они такие пыльные розы. Опять же, в беж. Очень симпатичные брюки. Так хорошо сели. Знаете, они такие высокой посадки, но без пояса. Такие защипы сверху, кармашки строченные такие, потайные. Нет, не знаю, как называется, но вы поняли, что за карманы. Мне кажется, что даже с этой желтой, с этим желтым кардиганом эти брюки сочетаются неплохо, потому что у них такой розово-бежеватый немножко, и вот эта вот бежевая полоска, отделка на кофте, на кардигане, тоже выглядит неплохо. Вместе вот я сняла вам кардиган, стоит он 60 долларов, размер его смол, как вы видели, я примеряла. И состав, ну вы видите, я вот при озвучке не вижу, но по-моему там 5% шерсти, или что-то такое. А все остальное синтетика. Решила я примерить еще эти брюки с этой блузой, потому что они, в общем-то, похожи по цвету. Они ни одного цвета, на камере больше похожи, в жизни сильнее они отличаются. Ну такой монохром как будто бы, да. Ну что, ничего, нормально, мне кажется, неплохо. В принципе, может быть и надо было бы что-то более контрастное, но вообще эта блузка мне понравилась. Я вам скажу, она как бы такая, ну, очень-очень удобная в носке, практичная. Я вообще не очень люблю такие рубашки, но вот эта вот, знаете, она приятна очень к телу, хоть и синтетика, не мнется. Вот я ее сейчас засунула в эти брюки, потом я ее вытащила, посмотрела, что как бы она осталась совершенно не помята. Вот преимущество искусственных тканей, полиэстров и прочей синтетики, что они, в общем-то, хорошо носятся, не мнутся, хорошо стираются, гладить не надо, кинул в машинку, постирал, потом вынул, и как будто бы ничего не надо больше с ней делать. В отличие от натуральных, вискос, льнов, хлопков и так далее, в общем-то, такие ткани, они очень практичны и удобны в носке. Решил я примерить и с этим кардиганом эти брюки. Вот, кстати, вот с этим кардиганом эти брюки очень-очень хорошо сочетаются, потому что вот такой розоватый цветочек на этом кардигане и брюки такого же цвета, и тут же и рубашка у меня внизу, в общем, как бы все так вот я сочетнула. Мне кажется, неплохое сочетание. Вообще брюки очень неплохие, они так хорошо сидят. Я, кстати, попыталась снять, как они сидят сзади, и у меня не получилось. Вернее, я думала, что я записываю, а вы знаете, как бывает иногда включишь камеру, а на самом деле вы ее выключаете, а потом, когда вы включаете, то наоборот. Ну, в общем, это сложно. Кто снимает видео, тот, наверное, знает. Или только со мной такое бывает, я не знаю, может быть, со всеми блогерами такое бывает, что вы думаете, что записываете, а на самом деле нет. Я сняла себя сзади, хотела вам показать, как они сидят сзади, и потом это все получилось, не снялось. В общем, неважно. Короче, сидят они неплохо. Действительно, очень неплохо сидят. Померила я вот этот кардиган и брюки с моим поясом, со змеей, с прекрасной моей змеей. Ну, просто чтобы показать, что вот можно этот кардиган надеть с поясом, и тогда он будет более приталенный и как-то больше так лежать по фигуре, потому что он тоже, в принципе, довольно широкий. То есть это размер медиум, а в принципе можно было бы и смол, но зависит от того, с чем вы носите. Знаете, если такой широкий низ, то широкий верх не очень, а если узкий низ, то узкий верх будет некрасиво. Ну, в общем, если вы хотите его немножко приталить, потому что эти кардиганы все, они такие квадратные немножко. Если вам это не нравится, то всегда можно надеть пояс, и в принципе он сразу выглядит немножко иначе. Ну, и еще сняла вот блузку и решила померить просто вот с мачкой, которая на мне, и тоже так приспустила плечко, ну, как бы вот, как положено. А что, все так примеряют, и я решила тоже. На самом деле, ну да, это, в общем-то, такой фасон, такая мода. Девчонки все так примеряют в Инстаграме, в Ютьюбе, все так вот позируют с одним спущенным плечом. Да, так вот, это размер М, стоит он 60 долларов, и в составе его довольно много шерсти, на мое удивление. Так на ощупь не скажешь, а, в общем-то, оказалось, что в нем вот 8% вискозы и 21% шерсти. Все остальное синтетика, вот. А брюки я померила, это размер large, стоят они, по-моему, 49 долларов. И вот так вот, видите, выглядят они сзади, у них такой интересный мысик сзади. И состав их тоже я не сняла, почему-то, забыла. Конечно, не прошла я мимо платьев, и не прошла я мимо платьев горошек, но совсем оно мне не понравилось. Какое-то оно, во-первых, это ткань такой, полиэстер, такой, знаете, есть полиэстер и есть. Вот блузка была тоже из полиэстера, но она хотя бы вид делала, что она шелковая. А это прям такой полиэстер такой, знаете. И вообще вот эти фасоны, вы знаете, я не знаю, что случилось. Может быть, оно мне было великовато, потому что это размер large. У меня есть много платьев из Zara, вот такого фасона, с резинкой вот так на талии. Они очень хорошо на мне сидят и очень, в принципе, так подчеркивают фигуру. Но последние разы, вот предыдущий раз я мерила платье такого же типа и вот это, ну прям совсем, ну никак, какой-то мешком каким-то, мешок с резинкой, знаете, совсем не понравилось мне. Стоит оно 80 долларов, размер large, состав не смотрела, естественно, что это полиэстер. Ну, в общем, как-то так, не очень. Теперь это платье. Это платье-халат. Оно очень объемное, я померила размер small, и оно с карманами на поясе. Я ужасную находку обнаружила в одном из карманов, не в этом, а в другом. Я засунула руку и обнаружила там пластиковые ногти, которые, видимо, отклеились у кого-то с руки, и разного цвета, знаете, с лаком, с какими-то картинками. Вот именно пластиковые ногти, таким набором на одну руку, и они лежали... Это ужасно вообще. И они лежали в кармане этого платья. Хорошо, что у меня всегда с собой сейчас санитайзер в сумке. Раньше я никогда не носила, ввиду последних, так сказать, событий, последних двух лет. У меня всегда в сумке есть баночка санитайзера, хоть я протерла сразу руки после этого, потому что это было так неприятно. Вообще, я вам хочу сказать, люди суют, примеряют вещи, суют в карманы, вообще бог весть что. Потом, когда ты это меряешь и находишь, это, конечно, бррр, вообще ужасно. Просто ужасно. То есть, вы представляете, да? Так, вернемся к платью. Значит, оно с поясом, но его можно носить и без пояса. Вот я развязала пояс, и оно такой A-силуэт, тоже неплохо. И вот примерила я его с этим кардиганом. Цвета, в общем-то, разные совсем, но мне кажется, они как-то сочетаются. Вот с желтым, с бежевым, с зеленым, с оранжевым. Какая-то вот как-то... Нету диссонанса. Мне кажется, что выглядит это вместе неплохо. Хотя, все, конечно, цвета разные, совершенно не подходящие, как бы, вроде друг другу, а вроде бы и ничего. А следующее платье, которое мне очень понравилось, потому что у него потрясающе красивый рисунок. Тоже карманы. В карманах, слава богу, я ничего не нашла. Никаких ужасных вещей. Вообще хорошо столько ногти. Боже мой, могло быть все что угодно, да? Но в этом платье все было нормально. Расцветка действительно очень красивая. И очень красивое платье. Оно так красиво сшито, хорошо лежит. Знаете, такой... Какой-то такой... Производит впечатление такого благородного платья. Померила я его со своим поясом тоже. В нем нету пояса, оно прямое. Но, мне кажется, с поясом тоже неплохо. Вот с таким ярким акцентным поясом. С пряжкой в виде змеи. Ну, нормально. Можно так носить, можно с поясом носить, Можно без. В общем-то, очень-очень эффектное, я бы сказала, платье. Вот за счет своего рисунка, За счет своего вот этого вот яркого такого сочетания. Оранжевого с голубым. И потом вдруг я поняла, Что мой плащ, в котором я пришла, Страшно подходит по цвету к этому платью. И очень хорошо с ним сочетается. Я, конечно, примерила их вместе. Ну, действительно, такой получился комплект. Вы знаете, у меня прям зачесались руки. Прямо зачесались унести это платье с собой. Но я сдержала свои порывы. Потому что у меня вообще такой принцип. Я ничего не покупаю за полную цену. Я все покупаю на распродаже. Вот такой вот я жадный, скаридный человек. Мне ломает платить полную цену за вещь, Которая потом может оказаться на распродаже в два раза дешевле. И мне будет жалко, что я за нее заплатила так много. Тем более, что носить у меня есть, что одежды у меня много. А если вам что-то нужно, да, Тогда можно купить там пальто или обувь какую-то. Если вам к сезону надо, то, конечно, я куплю, Не дожидаясь распродажи. Но мне, в принципе, ничего не надо. Поэтому вот покупать вот так вот без распродажи, За полную цену, как-то, мне кажется, это расточительство. И, в общем-то, ну, не знаю. С моей точки зрения, в моей ситуации, Когда у меня очень много одежды, Мне кажется, это не очень правильно. Хотя, действительно, платье мне очень понравилось. Ну, и, конечно же, очень оно хорошо сочетнулось с моим плащиком. Что, конечно, мне добавилось с моими ботинками. Что, конечно, мне добавило желание его купить. Но я не купила, устояла. Девочки, кто молодец. Молодец я, молодец. Можно сказать, я скоро превращусь в минималиста. Это шутка. Вот. Платье было размер large. Стоит оно 79 долларов. И посмотрите, спереди у него нет шва, А сзади у него идет шов. И я вам хочу показать, Что рисунок на ткани сочетается на шве. Что большая редкость не только в масс-маркете, Но даже в дорогих брендах. А вот молодцы Зара. Они сшили это платье со швом сзади. И рисунок на ткани совпадает. Это действительно, ну, как бы, мои аплодисменты. Это платье стоит 79 долларов. Это был размер small. Еще что хочу про него сказать. Оно довольно прозрачное. Я уж не знаю, почему. Но вот такое вот оно, оно так светится. Так что, если вы хотите купить, вы имеете это в виду. Все, девочки, записываю пантомиум прощания. Вот такие у меня были примерки. Ужасные находки ногтей в одном из платьев. Конечно, немножко меня так подкосили. Но что делать? Такая работа. Все, люблю, целую. Пока-пока. До новых встреч. С вами была ваша дитя из Канады. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok